добрый вечер дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка мир всем кто такая мария магдалина спрашивает один из ангелов меня не уже несколько раз а что отвечать ну я вот на такие вопросы конечно не знаю как отвечать потому что ну набери ты в поисковике марину магдалина и все найдешь а я что скажу а я скажу ну блудница я скажу ну вот спас ее христос нет естественно я могу вспомнить как этот эпизод мне отец на ум предложил разобрать я был у него прямо достал евангелие открыл его вот на этом эпизоде и говорит прочитай я прочитал что вот бегут за ней что к нему подбежали и он начал перстом писал на песке ну там кстати в разных переводах это может быть веточка может быть пест пест это тоже палочка ну такой для описания в разных евангелиях там старославянского церковнославянского языка по разному так вот он писал на перстом на песке и отец на у меня спрашивает а что он писал на песке юрбочка я не знаю тут тут не написано он горит об чему должно быть только написано у нас есть еще церковное предание и церковное предание говорит что я вам именно сейчас не вспомню который он назвал и не вспомню точно какие грехи христос писал на песке но он пишет абрам блудил женой своего брата стирает абрам конечно посмотрел на все это исак украл казну в таком-то храме это тоже я так понимаю нащупался там моисей что-то там с матерью поступил плохо с матерью что ли какая-то такая ну вот в общем вот так и спрашивает их кто бросит в нее камень а по законам иудейским да действительно можно было человека закидать за грехи камнями убить его этими камнями мы-то на самом деле точно не знаем что она сделала то есть ее обвиняют а в чем и и мог просто муж взять и обвинить он имел право просто сказать что нас блудила без всяких доказательств и уже могли ее за это камнями побить могли по-другому то есть разрешить мужья им такой заработок и никто не мог возразить и никто бы ее не считал плохим человеком но в данном случае по-любому эту казнь могли сделать только праведники праведники и вот говорят например павел участвовал в казни стефана первого христианина которого убили за предатель ну говорят правда так косвенно участвовал в ну ладно так вот праведник имеет право сделать такой ну или толпа праведников что они действительно настоящие чистые люди и вдруг он им вот такое выдает и они понимают что ладно пока он пишет не оглашает это еще не свидетельство там опять нужно чтобы было либо на бумаге либо словом высказанное все за слово обвинение тебя самого могли за такой грех побить камнями и сделать там с тобой все что полагалось сделать а у я столько всего полагалось ой я все время рассказывать там эти фарисеи они столько законов насочиняли что народ то шарахался от всего этого там если ты наступишь на его тень он имеет право тебя ударить полони там если ты плюнешь на его тень а если слюна твоя попадет ему на одежду он имеет право взять тебя в рабство в рабство не то что там в общем вот вот такие конечно это и понятно что вдруг столкнувшись с таким явным сопротивлением он им тайны и выдает они напугались что он это огласит и тогда не ее их придется как говорится убивать но она конечно смотрите мы после ее встречаем она и мира на него принесла вылило и там иуда говорит ой какой дорогой мир а мы бы могли его продать и сколько добра сделать туда это мир а люди хранили на свое погребение которые оборачивали значит в эту ткань и поливали этим миром усопшего считала что это очищает его и для будущего вхождение в рай пригодится так вот и волосами то вытирала в общем но самый то конечно грубо говоря подвиг это то что она осталась при кресте когда его распинали все же разбежались все только иоанн остался он молодой был он не отвечал за свои поступки к этому времени там с 30 лет начинал отвечать человек за свои поступки почему господь только в 30 лет и выходит на проповедь он как бы молодой незрелый ему можно было не бежать мать не ушла матери тоже можно было ее никто не тронет сыну не гибнет наоборот для них это еще одна такая форма казни на родитель посмотри как он мучается ну и а а марии то чего марии за то что она сожалеет плачет когда его казнят могла сама быть опять подвергнута смерти она не боится почему она уже один раз было при и один раз он ее уже спас и она слышит что он ей сказал в учении своем что у нее и жизнь вечную и спасение у нее от него будет и она в это верит абсолютно и поэтому куда ты ее денешь она здесь стоит она верно ждет воскресенье да и в воскресенье то мы помним одна из первых узнал ну у разных евангелистов конечно по разному одни пишут что одна женщина пришла кстати по видимо она пришла гробу господне другой пишут что две пришли и там уж точно было марии магдалины марии клеопова и у 3 евангелиста мы читаем что уже три их пришло там и соломей было когда они увидели что отвалено от гроба но по крайней мере первые кто господа воскресшим увидели это женщины и она в том числе и и вот если мы с вами вот это все вспоминая проследим вот этот путь как точно так же марфы и марии проследим путь путь любого из участников этих евангельских событий то мы с вами должны на самом деле не вдаваться вот в это событие щепетильно кстати очень я гляжу любят сейчас киношники ведь вот киношники они сейчас надо снять фильм надо же большой сценарий сделать или надо передачу какую-то выпустить нас даже много всего сказать у тебя время чем дольше ты снимешь чем значит больше денег возьмешь за это больше как говорится эфира и больше получишь и вот они надумывают и вот копаются 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 копается я смотрел эти фильмы сняты целый сериал перед пасхой и знаете ну настолько на мой взгляд углубленно входит вот в копание этих фактов плюс в трактование их голосом митрополит иларион давайте я уж так скажу он прямо говорит какие-то факты как истина или какие-то выводы хотя а с чего ты это взял почему вот так вот это копание такой вот углубленные на самом деле отвлекает от сути евангелия на мой взгляд вот эти все разборки а где родился а где а где за кто родители а как они уводят от сути они от действий уводят и если мы видим на примере той же марии что с ней произошло то ведь все очень просто любого грешника бог спасает если он бежит к богу как спасает обвинителей нейтрализует так можно сказать или их действия и мы видим что можно так сказать первые грешницы которые должны были убить спасена была у нас прямо на глазах это мария и мы как-то так не замечаем что вот уже спасенный человек вот уже уже действует христос кто-то говорит ну то ну чего он только проповеди говорит о как проповеди говорит да разве спасение марии 1 уже не есть подвиг как мне отец на ум как-то мы к нему приехали я чуть такой замученный весь такой это вот и уже начались нападки уже тут вот гоняли и я гребачка чуть я устал так как-то мне вот уже я уже не знаю как добиться этого царствия небесного то есть тяжело мне этот путь дается он говорит а чё ты страдаешь сколько вы наркоманов спасли я верну через нас прошло через дом человек 50 с лишним из них наверное спаслись и я точно знаю что спаслись я уж цифру не знаю потому что у нас был принцип такой не рассказывать никому что ты был наркоманом для наркомана и никому не рассказывать как ты вылечился нет тебя и все но я знаю что наши пошли там реабилитации заниматься и все остальное вот так я гном человек может быть хоть 20-25 хоть половина наверное говорю спаслась выжила вот и все а ты горит пойми 1 спаси одну душу человека и ты заслужил царствие небесное я был так поражен этого это вот его такое мнение бачки было она у меня очень греет очень греет очень греет что вы хоть одного человека спасите полюбите сделайте ему добро и вам царствие небесное нет я то уж после того даже как вот вот работая на канале я уже в этом году два получил письма я хотел самоубийца один прямо так и написал говорит я все приготовился петлю приготовил записку оставил и решил сходить последний раз в интернет и попался ваш ролик и я жив я жив на этой неделе тоже кто-то написал батюшка вы мне жизнь спасли как я не знаю конечно хотелось бы услышать подробность там вы этот комментарий может быть встречали но это же приятно и это же понимаю что это и есть подвиг так вот мы видим этот подвиг евангельский где спасает прямо на глазах у всех и как-то так к нему так ну 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 спас и спас а ведь его тоже могли забить камнями это было в порядке вещей что ты заступаешься за грешника а вдруг этот один из этих праведников какой-то сумасшедший мне ну господь то знал кто подбежал и никаким образом это сотворилось и поэтому если мы вглядываемся в суть происходящего то мы должны не копаться вот в этих людях какая у них одежда какие волосы чего они едят а осознавать действие господа с этими людьми и мы увидим что он каждый можно так сказать категории людей каждому типу людей разных социальных положений мы помним что и богатых спасает и больных поднимает то есть он всем эту любовь дал он всех готов спасти и спасает прямо в евангелии и вот это и есть самая главная суть и таким же грешником уже в последний момент на кресте разбойник висит он тоже его кстати это равноценные были казни что побить камнями просто это быстрый прямо коллективный суд у них происходил че такая вот вот коллективный народный суд можно так назвать взяли камнями побили там не нужно не суди никого вот висит разбойник завтра же будешь все еще один спасенный сам висит на распятии сам умирает а продолжает спасать не глядя на что не глядя ни на что ни на какие грехи не глядя на социальные положения на количество денег какие у тебя есть на должность твою на статус твой на церковное положение не глядя ни на что спасает всех всех кто что кто к нему обращается искренне и без проволочек опять у меня здесь к этому размышлению все время прибавляется в последнее время а зачем вся все вот эти проволочки разбойник за три слова спасен мария только за то что к ногам упала прибежала а мы служим служим читаем читаем и не верим и не верим что уже спасены что уже царствие небесное нам уготовлено и внутри нас есть вот ведь в чем проблема-то главное поэтому послушайте ну ничего беседа то получилось я как-то так сопротивлялся отвечать думаю чё не все время такие наивные есть же интернет напиши и узнаешь оказывается полезно такие вопросы задавать для меня тема все спасибо за внимание очень радуюсь тому что весна идет хотя сказали что последний день смотрите у нас зацвели березы а я понимаю до многим это большая проблема аллергия у многих поднимается нас слушайте на аллергии это излишний иммунитет некоторые думают что недостаточно нет это излишнего какие красивые посмотрите облака то плоские какие блинов напекли нам на небе пустили ой смотрите красота ну слушайте что же господь сотворил какая же это чудо вот это художник вот это да здоровья вам всем радости ну и поддерживайте канал приют ангела задавайте вопросы ходите смотрите будем жить аминь картина какая а